От 50 до 60 малышей с экстремально низкой массой тела, менее килограмма, ежегодно появляются на свет только в перинатальном центре ДАР. Нынче таких деток родилось лишь 30, но цифры год от года варьируются. Причины преждевременных родов разные. Тяжелые патологии у будущей мамы, патология у самого еще нерожденного малыша и только один. Ребенком врачи активно занимаются и помогают ему социализироваться. В этом году уже 11-го малыша мы выписали, который был меньше 500 грамм. Сейчас у нас лежит малыш 400 грамм при рождении, но он уже набрал, он уже 600 грамм. Он набрал 50% от своего первого веса, уже дышит благодаря масочке, то есть это не инвазивная вентиляция. Мы надеемся, что тоже выписка будет, но еще требуется время. Время для адаптации требуется не только малышам, но и их мамам. Преждевременные роды для большинства женщин не просто стресс, это шок. Сейчас все позади, но три года назад организм Олеси из-за проблем со здоровьем дал сбой. И у нее родился малыш весом 1,3 кг. За 9 лет до этих родов ребенок был похоронен, немного более младшим. То есть сроки по беременности на 26 неделях. Поэтому это было очень, конечно, тяжело. И были моменты, когда и возле кувеза, когда ребенок уже выхаживался, то есть и сознание бывало теряло, и все, все, все. Ну, в итоге врачи сказали, будешь падать, не зайдешь в реанимацию больше. Поэтому держала себя в руках, куда деваться. Чтобы женщина пришла в себя, это важно не только для нее самой, но и для малыша. Работает команда врачей и психологов. Кого-то просто не трогают и дают осознать, что произошло. Кого-то отвлекают разного рода занятиями. Ведь мамочки месяцами живут в больнице. Просто нужно в нужный момент предложить, что пойдемте сейчас позанимаемся чем-то. Но опять же мы не настаиваем, мы не заставляем. Я прекрасно понимаю по себе это в первую очередь. Вот такой у нас прекрасный слой не получится. Он как символ того, что у нас хвост всегда будет оба поднят вверх. Пишут картины, вяжут, шьют. Сегодня мамочки делали часть от будущей гирлянды. Такие встречи просто необходимы, уверена психолог. Но врачи напоминают женщинам, что беременность всегда должна проходить под наблюдением специалистов. Маме необходимо еще перед беременностью пройти все обследования, выявить у нее, так скажем, слабые стороны и непосредственно к беременности подготовиться. Если у женщины есть какое-то заболевание, могут быть хронические очаги инфекции, то есть врач узкой специальности по той болезни, которой она болеет, непосредственно уже назначит ей лечение, назначит ей профилактику. Такие меры призваны помочь выносить малыша до нужного срока. Но если все-таки преждевременных родов избежать не удалось, и малыш родился недоношенным, не стоит думать, что в дальнейшем ребенок обязательно будет больным и слабым. Исключение из этого множество. Конечно, очень переживала, очень переживала. Столько было слез выплакано, что просто словами не высказать. Когда вот это все видишь, на это все смотришь, и тебя мысли только посещают, чтобы твой ребенок жил. Уже не думаешь о каких-то, что будут какие-то проблемы, какие-то заболевания, еще что-то. На первых порах, конечно, по крайней мере, у меня, не знаю, как у других, было только то, чтобы он жил. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком.